Эту черепаху Никольского жители города-курорта пытались продать, разместив объявление на одном из популярных сайтов. Рассказали, что нашли ее на улице и не знали, что данный вид занесен в Международную Красную Книгу. После переговоров ее добровольно передали волонтерам. Биолог Марк Пестов занимается проблемой уже более 10 лет. По его словам, повальную торговлю редкими черепахами на улицах и в зоомагазинах удалось пресечь, но остается интернет. Это и негуманно, и незаконно. Судьба всех этих животных, которые увозятся куда-то далеко, надолго и вроде бы с благими пожеланиями привезти детям живую игрушку, все это кончается всегда плачевно. Они медленно умирают, создать им дома нормальные условия практически невозможно. Создать зимовку нормальную, прохладную, достаточное количество ультрафиолета, нормальную еду, кончается это всегда плохо. Через несколько лет они тихо, где-нибудь под холодильником, под батареей умирают. По словам ученого, этой черепахе повезло. Это самка. Ей около 25 лет. И велика вероятность, что проживет она лет до 100. После того, как панцирь окрепнет, в природе она уже никому не по зубам. Но именно из-за панциря обычный человек не может оценить ее состояние. Если вы попробуете, она по весу легче, чем вот даже наша самая малышка. То есть черепашка, конечно, очень истощена. Вместе с новенькой в этом специальном загоне живут пять черепах. Две фактически ручные. Их принесли сами владельцы. Теперь нужно, чтобы они освоились в естественной среде. Еще пару также добровольно отдали продавцы. Здесь у черепах есть возможность закапываться, что для них очень важно. Опытным путем выяснили, что животным больше всего нравятся одуванчики. И цветы, и листья. Утром она не завтракала. Это первый прием пищи на новом месте. После этого черепаха уходит искать укромное место. Зарыться она пока не может, потому что сломала когти о железные прути ящика, в котором ее держали. Будем кормить, кормить, наблюдать, кормить, наблюдать. И, наверное, мы соорудим по совету Марка Пестова хорошую зимовочку и делаем контрольную зимовочку, проведем. И, я думаю, если все будет хорошо, мы ее весной выпустим. Хорошее питание, спокойная обстановка. Я думаю, она придет в норму. Не так давно двух черепах выпустили в заповеднику Триш, но их место практически сразу заняли новые. Биологи надеются, что со временем люди и черепахи будут жить в гармонии.